Добрый вечер! В эфире открытая студия на портале iWatch и с вами Светлана Ифаева. Сегодня у меня в гостях студентка КГУ имени Некрасова, Профорг, Олеся Владимирова. Олеся, спасибо, что к нам сегодня пришла. И тема нашего сегодняшнего эфира – трудно ли быть Профоргом? Олеся, кто такой Профорг? Мы много слышали об этой, скажем так, студенческой специальности. Что он из себя представляет? Профорг – это студент, который связующий между профсоюзной организацией и дирекцией своего института. Профорг занимается защитой прав студентов в сессии с конфликтом преподавателей, с конфликтами, кто проживает в общежитии, иногородние студенты. Профорг занимается активной жизнью, общественной жизнью университета. Он, в общем, помогает студентам, получается. Помогает, полностью согласна, помогает студентам. И проявляет, ищет студентов, которые талантливые. Например, студенты, которые учатся на экономике, они могут танцевать, петь, рисовать. Они скрывают свои таланты, а также они, а вот Профорг им помогает раскрыться в любых мероприятиях, которые проходят в университете и во вне университета. Такая всеобъемлющая задача перед тобой. И я напоминаю, перед тем, как мы перейдем к обсуждению, у нас действует интерактив. Сейчас во время прямого эфира вы можете задавать вопросы, и в завершении встречи мы на них ответим. Вот ты обозначила несколько задач, которые выполняет, прежде всего, Профорг. Я тебе сейчас предлагаю остановиться на каждой более детально, и ты бы на своем примере рассказала, как ты действуешь в тех или иных ситуациях. Вот, на мой взгляд, один из самых таких животропейших систем – это защита прав студента в случаях, допустим, отчисления. Бывает такое, что вот студент на грани. Каким образом Профорг может повлиять на то, чтобы студента не отчислили? Профорг. Сам студент может вообще подойти к Профоргу и попросить помощи. Если нет, то мы все равно узнаем, так как мы тесно общаемся с дирекцией. Журналы все равно где-то есть. Конечно, по посещаемости. Я как Профорг всего института, я общаюсь с Профоргами групп и направлений. И мы тоже общаемся и узнаем про все отчисления, неполадки в группах. И я могу подойти в дирекцию, поговорить с преподавателем, с замдиректором, чтобы этого человека дали шанс ему. Ну, то есть, по сути, такие заступки за студента получаются. Да, разные бывают ситуации. Студент студенту больше расскажет, чем студент директору, например. И мы разговариваем, общаемся. У Профорга не только защита, а вот ему надо так защитить студента, которого отчислят, чтобы ему поверили. Что он действительно у нас спортсмен, просто красавчик. А почему, допустим, студент не может сам подойти? Все равно любой студент понимает, что если он 10 лекций из 11 пропустил, проблемы будут. Почему он не может сам подойти, как-то вымолить за себя что-то? Ну, иногда студенты боятся подойти, они ищут помощи. А если студент, например, вообще активист и участвует в каких-то, например, в студенческой весне, областной студенческой весне, и он за честь университета идет, он, естественно, пропускает. И тогда мы можем обратиться в профсоюзную организацию, и там пишут освобождение за подписью ректора, что это, ну, он отсутствовал по причине, по важной причине. Допустим, как-нибудь театральная весна, и он занимается. Да, да, да. И он не просто так прогуливал эти занятия. А вот другой момент, допустим, решение конфликта с преподавателем. Очень часто возникают недомолвки. И здесь ты как приходишь на помощь? Ну, я подхожу к преподавателю и общаюсь с ним на, почему у вас конфликт с тем или иным студентом. То есть ты роль психолога отчасти? Да, наверное. Да, могу помочь. У меня был такой пример, то, что тоже студент был, у него там проблемы в семье были, деньги работал, и просто подходила к преподавателю и объясняла, что надо вот помочь. Да и мы сами помогаем по учебе, сами помогаем ему выйти из этого, чтобы не отчислили. Как учителя относятся к профоргам? Потому что есть студенты, которым сколько не помогаю, они все равно как гуляли, так и будут гулять. Да, есть такие. Вот как в такой ситуации быть? Вы тоже понимаете, что смысла нет его подпинывать, он не понимает? Не понимает, но тут я даже не знаю. Тут уже даже сам Господь Бог бесит. Да, потому что если человек сам не захочет, его никто не заставит, ни профорг, ни профсоюзная организация. Если мы ему помогаем и даем все шансы, чтобы он дальше продолжал учиться, а он чувствует, что за него заступят, и он дальше продолжает прогуливать. Сходится на хэ, правильно говоря. Да, и мы понимаем, что это уже бессильно. Это уже его проблемы. А вот ты себя как профорга позиционируешь, как друг, как, грубо говоря, мама, как такой, скажем, кто-то вышестоящий над студентом. Ну, я стараюсь никогда выше себя не ставить, я стараюсь помогать. То есть, ты подруга, либо это все-таки... Конечно, да. Дружеские, простые отношения, как бы сам человек простой, и когда ко мне просто обстоят, Олесь, надо помочь, что-то, то-то, то-то сделать. Хорошо, если это в моих силах, то я, конечно, помогаю. Никогда выше себя не ставлю и спокойно общаюсь со всеми на уровне. А преподаватели как к профоргам относятся? Есть разные преподаватели. Нет такого, что, о, опять она идет, боже, опять будет заступаться на какого-нибудь мальчика? Нет, нет такого, но есть вот такое, что, как бы сказать, и вот ты молодец, ты помогаешь студентам, ты активно участвуешь во всей деятельности, защищаешь там наш институт или представляешь наш институт. Но есть такие, что вот, учиться надо, учиться, но... Что я сказала, нет, значит... Да, но деятельность профорга, она не влияет на учебу вообще никак. То есть такая палочка-выручалочка, можно сказать. Ну да. И другой момент, решение вопроса в общежитиях. Потому что возникают часто ребята иногородние, вот какие здесь чаще всего возникают конфликты? Я сама живу в общежитии иногородние. Вот профсоюзная организация очень помогает по общежитиям. А какие проблемы? Поздно возвращаемся в дискотеку или что? Мы вот как бы отстояли то, что нас в общежитие пускали бы после 11. Отлично. Потому что гуляют, да, вот это, конечно, не пускают, не в трезвом виде. То есть если пришел пьяный, вот тебе лавочка... Нет, 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 они пускают, но с замечанием каким-то, чтобы... Ну так нельзя, все равно надо же воспитывать. А если вот человек работает до 11 и зарабатывает деньги, то, конечно, его без проблем пускают. То есть индивидуальный подход вы обеспечили? Да, вот если... Ну, всех выпускают в общежитие, но причины разные все равно бывают. Если вот он работает, то без проблем. А так вот все равно надо же... Не надо к пьяным приходить. Как вам удалось такой подход найти? Потому что проблема актуальна, я считаю, для многих общежитий. Ребят не пускают после определенного времени. И говорят, неважно какая причина, все, закрывает перед тобой дверь, и дальше твои проблемы. Ну, это, чтобы не пускать в общежитие, я считаю, это неправильным. Человек там прописан временно, это его жилье, он должен жить. А как мы это решили, это все на собрании профоргов, про союзные организации наши. Мы подняли эту тему к тому, что очень жалоб было много. И мы написали бумагу, чтобы это попросили. Сходили к ректору, он поддержал это. Но объяснили всю ситуацию. Это приятно, что действительно осуществляется диалог между студентами и, скажем, вышестоящими инстанциями. Да. В общежитии есть также у нас профилакторий, который тоже мы отстояли, чтобы оставили. А это как вы отстояли? Профилакторий, напомню, что это питание бесплатно для студентов, вроде бы, нет? Ну да, питание и оздоровление. Массажи есть, лор есть. То есть хотели убрать у вас его? Ну да, хотели, но мы оставили его, потому что это очень удобно, что студенты... Как вы аргументировали здесь, что это действительно необходимо? Вы также коллективное заявление писали? Ну, мы голосовали, профоргами оставить, не оставить. Спрашивали у своих студентов каждый профорг своего института. А вот между самими ребятами, кто в общежитии живет, какие чаще возникают проблемы? Вот мы сейчас обозначили между студентами и теми, кто выше, а вот среди студентов в общежитии. Вот на данный момент как бы особых нету таких проблем. Раньше вот были, вот только, наверное, с входом в общежитие, а так сейчас в общежитии, ну, все хорошо. Дружно. Да, и даже проживание само, то, что улучшилось, и душ сделали, и пластиковые окна ставили. Это приятно, когда зимой пластиковые окна. И новые двери, да, и отопление, и горячая вода, все есть. То есть нет такого, что две недели опять без горячей воды? Нет, нет, вот нету сейчас этого. Мы очень рады. А насколько здесь ваша именно заслуга, что вы вовремя подключились, и теперь у ребят просто отличные услуги. Потому что мы, наверное, вовремя это сказали, эту проблему. То есть главная проблема, наверное, вовремя обозначать, что она есть и не замалочится. Потому что часто думают, что все равно ничего не изменится. Некоторые боятся, во-первых, это сказать. Некоторые думают, когда, как ты сказала, то, что... Да, ну, мы скажем, все равно забудут. Да, на самом деле. Тут поднялись темы. То есть действительно, если мы какую-то тему поднимаем, есть и Ханч, то и Решат. Конечно, Решат. Вот все проблемы. Никогда не надо стесняться. Это говорить про форгам. И про форги это записывают у себя. И потом на собрании... То есть не просто ради галочки, чтобы вы писали и ушли. Да, потом мы все вот эти проблемы говорим на собрании про форгов, и их все решают. А как часто эти собрания про форгов проводятся? У нас каждую неделю проводятся. Каждый понедельник. А сколько у вас вообще про форгов будет? На данный момент у нас сейчас институты в университете. Пять институтов и шестой факультет. Шесть про форгов. Но у про форгов есть еще заместители про форгов, которые по другим направлениям. Помощники, можно так сказать. Вот мы обозначили общежитие в поисках талантов. Вот здесь как ты действуешь? Ну, это... Вконтакте. Мы со всеми про форгами общаемся через беседы, через группы. И когда на собрании про форгов нам говорят всю информацию, что, например, у нас проходит, как в нашем университете, проходит три арт. Это таланты. Ты сразу так шукаешь, кто у тебя лучше поет, кто лучше танцует. Кто танцует, кто поет, кто стихи читает. Я сразу информацию кидаю. Говорю, вот, ребят, надо то-то, то-то, то-то. Кто желает? Я, я желаю. И они приходят в профсоюз, записываются и проходят конкурсы. По таким... И идут награждения. Все у нас в начале года идут такие мероприятия, как знакомься... Курс не первый, вроде бы. Знакомься курс первый, а следующий курс не первый. Потому что вот и курс не первый, курс первый показывает свои таланты. Кто на первом курсе, какие таланты имеет. На разных институтах, направлениях. Вот, и сразу отсюда видно, жюри сидит, и мы, студенты, профорги сидят и смотрят какие-то таланты. Тем более мы с ними же работаем. Мы тоже же ставим эти сценки, им помогаем. То есть еще и организация получается. Конечно, организация, да. А также подходим к преподавателям, говорим, извините, пожалуйста, нам надо репетировать. Вот так. Ну, вот эта вся защита в этом и идет. А здравствуй, курс не первый, это уже старшекурсники. Второй, третий, четвертый курс. Также мы работаем с ними и ищем новые таланты. Вот каждый год есть это, и каждый год новые люди и новые таланты. Да, это приятно. Они на втором курсе, например, стесняются, на третьем... Раскрывают. На четвертом уже ничего не боятся. Да, они смотрят, как другие, им тоже хочется. И они раскрываются. И мы никого не говорим, нет, ты не будешь, ты в том году не участвовал. Нам, наоборот, приятно, когда новые люди получают какие-то призы, грамоты. Новые вдохновения. Конечно, да, новые грамоты, призы, вот. Вот мы обозначили уже несколько задач, так же вот шесть. Чем занимается профорг? Вот именно для тебя, что является самым интересным, допустим, либо это вопрос решения конфликтов, либо организация праздников. И что самое сложное? Вот самое сложное, наверное, конфликты решения. Это все-таки надо правильно подойти к этому конфликту, к проблеме. Поставить цель, задачи, какие надо решить в этой конфликтной ситуации. А интересно, это все-таки мероприятия активные, потому что ты понимаешь, что ты хочешь выиграть, чтобы твой институт победил, получить призы. Призы у нас хорошие. Примерно что это? Студенческая весна, например, мы заняли место и лауреат, но не только мы там, многие лауреаты, призеры. Их отправили в Адлер. Даже так. Даже так. Потом отправляют в Москву на призрак оперы. Мы ездили на мюзикл «Красавицы чудовища». Мы ездили, это очень шикарно, я сама там добывала, и мне очень понравилось. Это стоящие призы, за которые действительно стоит бороться. Это как бы не просто грамоты. Вот и мы решаем также на собрании профоргов, что для студентов лучше, куда съездить, где интереснее, что посмотреть. Вот мы решаем это с председателями. Мы, кстати, обозначили, насколько колоссальный труд профорга, а если говорить о цене, насколько это оплачиваемо для вас? Ну, наша работа оплачивается, как по всей России, стандартный размер по 945-му постановлению, около 10 тысяч. Это в месяц? Да. То есть 10 тысяч за то, что ты занимаешься? Да, но если, конечно, у тебя есть стипендия. А если, допустим, ты профорг, но у тебя стипендия так вот получилась, допустим, тройка, то как, просто не платятся деньги? Ну, нет, мы находим способы, чтобы все-таки труд оплатить. Долгие все-таки исправить. Да, да, труд оплатился, и все оценки исправить. Деятельность очень сложная. А сколько по времени это занимает у тебя? А сколько это сил забирает? Ну, сил, я бы не сказала, что забирает, просто это мне интересно, и понимаешь, что это мое, и работать, и со студентами общаться, и с другими людьми общаться, это приятно, я не считаю это, ну, это, можно сказать, работа в удовольствие. Вот, и я не смотрю за временем, ну, за сколько мне это? А у тебя это не вредит учебе, допустим? Нужно какое-то мероприятие организовывать, у тебя там еще экзамены, фессии? Ну, нет, нет, не вредит. Не вредит. Нет. Если говорить о том, как вот ты стала профортом, что именно тебя вдохновило? Почему ты решила, что вот это твое? Я просто, я первый год ничего не делала, просто сидела, учила уроки, ходила на пары, а потом захотелось что-то интересное, живое, и узнала о том, что есть профсоюзная организация, это мы, вот, и там потом у нас были выборы профоргов, я предложила свою кандидатуру. А ты надеялась в тот момент на победу или попытать счастье? Ну, можно сказать, попытать счастье. Ну, со студентами мы разговаривали, кто да, кто за, кто против, вот, и так получилось, что вот меня выбрали профоргом, сначала я была профоргом факультета, а сейчас, как у нас институты стали, теперь профорг института. Больше обязанностей стало? Конечно, больше, там и народу больше. Это закаляет, вот, эта работа профоргом, это вопросы организации, опять же, урегулирования конфликтов. Вот что это дает лично для тебя, какие качества развивает, помимо коммуникабельности? Качества, уверенность в себе, ответственность не только за себя, но и за студентов, ответственность за сам институт, который ты представляешь, вот. Не упасть в грязь или слон перед другими, правда. Да, да, вот можно так сказать, когда ты, например, в каких-то мероприятиях выигрываешь, или ты, например, тебя отправляют на школу-семинары, вот лично я ездила в Москву и в Орел. Школа-семинары про Степком называется. Это для развития профорг? Да, нас, мы не только вот работаем и учимся по своей специальности, нас еще отправляют на обучение, вот по стипендиям учимся мы, как рассчитывать стипендии, стипендиальный фонд, да. То есть это тоже входит в задачу профорга? Ну, да, это вот, чтобы обучиться, свои знания повысить. Это очень интересно, потому что ты вот ездишь и в Москву, и вот мы ездили в Орел тут, ты общаешься с другими представителями других вузов, других городов и узнаешь больше. Вот, например, у кого-то что-то есть, ты предлагаешь у себя в университете тоже. Вот если сравнить тебя два года назад и сейчас, что принципиально изменилось в тебе, может быть, какие-то качества развились, и в твоем, может быть, мировоззрении, к чему-то ты стала иначе относиться? Наверное, серьезность больше, вот, ну, больше ответственнее стало относиться вообще ко всей работе. Думал раньше, а, ну ладно, не буду делать это сейчас, нет, я понимаю... Теперь ты понимаешь, что это надо сделать. Да, что если я не сделаю, то они не узнают, например, если я не передам какую-то информацию, то они не знают об этой информации. А тебя ночью одолевают звонками, чтобы... Помоги, скажи, как здесь лучше. Нет, ночью нет. Телефон не разрывается, в этом плане спокойно. Да, ничего не разрывается. А если сравнивать староста и профорг, то есть староста похожа, в принципе, обязательство информировать и как-то тоже... Чем отличается? Староста, она ответственна за свою группу, например, 4-го, 3-го курсы отдельные, вот. А профорг ответственна за весь институт. И вот как на собрании скажут информацию профоргам, профорга задает эту информацию старостам. Профорги быстрее всего обо всем умеют? Конечно, да, потому что профорги узнают быстрее всего, они передают информацию в дирекцию, потом старостам, а староста уже студентам по группам. Вот отношения между самими профоргами какие? Вы конкурируете? Вы в дружеских каких-то отношениях? Вот самое главное, что мы очень в дружеских отношениях. Как это удается? Но профорги, на мой взгляд, это все равно лидеры. А когда несколько лидеров в коллективе, это очень печально обычно. Да нет, почему? Мы дружим, общаемся, и когда кто-то выигрывает, проигрывает, мы все равно поддерживаем друг друга. То есть злости в принципе? Нет, нет, никакой злости. Как часто выбирают профорга? Это раз в год, либо реже, чаще? Ну вот выбрали профорга, например, и есть жалобы к нему. И вот ходят в дирекцию, говорят, вот жалобы, так-то, так-то, так-то. А какого рода жалобы могут быть? Ну то, что нет информации, да, не помогает, не... Меня все равно отчислили. Да, не нравится работа профорга. Тогда вот переизбирают. Если профорг, он заканчивает университет или говорит, что ему никак. А то есть нельзя, допустим, закончить университет и быть профоргом? Нет, конечно. А ты из какого? Ты со второго курса? Я со второго курса, да. И ты так вот тебя не переизбираешь? Нет. Это показатели. Как вообще эти выборы проходят? Ты вот сказала, что у вас есть выборы. Как это проходит вообще? Это собирают студентов, старост, физоргов. Физорги это кто? Это отвечают за спортивную деятельность. Вот. А потом собирают дирекцию, чтобы люди стоящие выше. Некоторых преподавателей можно. И есть специальные протоколы, где пишут, кто хочет быть профоргом. И голосование. Как оно проходит? Просто проходите, бюллетень не опускаете? Проходит по-разному. Можно бюллетень, можно сказать фамилию, кто сколько рук поднял, кто за, кто против. Несколько человек подходят, пишут свою фамилию и говорят, за кого голосуют. А в один этап, допустим, может победить тот, у кого просто больше друзей. Но человек именно к ответственности, это вообще понятие параллельное. Нет, тут еще тоже смотрит сама дирекция. Она вот там больше голос. То есть могут, допустим, 500 человек проголосовать за одного человека, но вот три проголосовали за другого, который ответственный, выберут его, в принципе. Да, потому что преподаватели и учителя больше знают это и видят. То есть, окончательно право голоса все равно за преподавателями, чтобы наверняка. Ну да, за дирекцией больше, вот так сказать, не преподаватели. А как много вообще на эту кандидатуру выдвигается изгодно профоргии? Верно, что действительно такие привилегии, я бы сказала, спрос большой, на мой взгляд. Ну нет, спрос, привилегий много, но больше ответственности. Никто не хочет брать на себя большую ответственность. Всем просто отучиться и все. А тут ответственность, надо ходить на каждое собрание, узнавать всю информацию, все вот это, помогать. Ведь иногда не будет другому кто-то помогать. Вот это популярно. Мне не это сказала. Многие говорят про профорг. Зачем мне это надо? Это дополнительная ответственность? Зачем? В принципе, 10 тысяч, ну и что? Да не из-за денег здесь больше. Можно и учиться, и работать, будешь получать больше. Вот почему все-таки стоит? Тут это общественная деятельность, и тут, наверное, по характеру человека, если он активный такой и хочет... Да, ему скучно в этих рамках, да, сам за себя, наверное. Да, и он хочет больше работать над собой, а тут работа над собой идет, помогать, и общение. Я считаю, тут, наверное, больше общение со студентами. Больше у тебя друзей, больше общение, ну да. И на всех мероприятиях тебя, наверное, узнают. Тебя уже узнают в лицо, допустим, ты идешь, тебя знают, что ты вот профорг. Ну да, я думаю, да, как бы у меня нет... Что у вас всего лишь человек в ВУЗе, я думаю, что все-таки у меня нет звездной болезни, я не знаю. Вот, ну еще вот профсоюзная организация, она хороша тем, что даются скидки. Вот о скидках поподробнее. Что именно за скидки? Скидки. Ты что-то интересное принесла, это они и есть или нет? Ну вот это, например, профсоюзный билет, который выдается на первом курсе, заполняется заявление. Вот все заполняли этот билет, это просто как вот скидки на, допустим, кино и прочее. Сейчас я объясняю, это заявление заполняется, то, что ты вступаешь в профсоюзную организацию. Тебе не просто на словах, а дают такое удостоверение. Профсоюзный билет, который позволяет, чтобы, ну, позволяет видеть, как вы знаете, студенческий билет, так и тут. Вот, то, что ты находишься в профсоюзной организации. Например, дают скидки на тренажерные залы, на бассейн, в театр Островского. Большие скидки, как вы знаете, сейчас билеты дорогие, а тут есть скидки. Еще у меня вот есть, профоргом выдали такой профсоюзный плюс. Это профсоюзная дискотная программа. Я удивилась, конечно, когда это был подарком прямо. Вот, мне интересно стало. Я посмотрела в интернете, и там достаточно много скидок на что? На услуги красоты, здоровья, даже... То есть салоны красоты можно скидки получить? Да, да. Вот, потом одежда есть, продукты, мебель. Даже продукты. Даже продукты есть. Универсальные. Вообще на все, да. Там от минус пяти процентов до минус двадцати процентов скидки. Это очень хорошо. Мне вот очень нравится. Как часто вообще удается воспользоваться? Потому что есть мнение, что у тебя этот билет валяется, ты его используешь семь раз в год, и все, в принципе. Нет, это чаще ты используешь. Ну, я чаще использую, да. Я хожу в бассейн. Сейчас вот сегодня пойдем записывать в тренажерный зал. Там вот по студенческим билетам дешевле. Это хорошая такая программа, потому что студенты люди, как говорят, бедные. Стипендии не у всех есть. И в наше время стипендия тоже немного. Когда есть приятный бонус, почему нет? Да, да. Вот, и она это много дает. Я просто считаю, что не надо сидеть дома, как вот я раньше сидела, а все-таки заниматься общественной деятельностью. И в дальнейшем тебе это помогает. При этом, вот когда ты где-то участвуешь, занимаешься, тебя же поощряют грамотами, призами. Так как у нас в университете есть балльно-рейтинговая система, то к обычной стипендии, кто на 4-5, просто 5 учится, есть еще стипендия, прибавка к стипендиям, можно так сказать. Вот сколько ты, например, поучаствовал в университете, где-то зарабатывал по науке, по спорту, по культуре. Вот, этот балл высчитывается, тебе приплюсовывается еще добавок. То есть материально еще и связи у тебя появляются? Да. Вот. Еще я хочу сказать, чтобы вот знали все, когда в семье проблемы случаются, ну, горе бывает, много разных, то обращайтесь к профоргам, и они помогают денежными средствами, потому что профсоюзная организация, это помощь студенту и защита студента. С малоимущим, допустим, у тех, кого... Материальная помощь, да. Ну, конечно, всегда. Или сбор денег на какую-то срочную операцию надо. То есть, опять же, можно подойти к профоргу и все ускорить, потому что иногда на счету каждый день... Конечно, каждые секунды, и там подходят, и профорг сразу созванивается с профсоюзной организацией, с председателем, и решает этот вопрос. Вот если говорить о другой немного стороне, для профоргов есть какие-то поблажки со стороны учителей в учебном процессе? Есть такое мнение, что вы всегда на виду, вы свои люди, и вам что-то прощают какие-то моменты, либо такого нет? Нет, я бы не сказала, что прощают это. Нет. Учеба есть учеба. Об этом нельзя забывать, и ты учишься. Иногда просто ты можешь, например, работу свою, да, сказать, перенести на другой день. Но есть такие учителя, которые понимают это все, что студент... Идут навстречу. Да, студент хочет тоже реализовать себя в жизни, и почувствовать, какой это человек. А есть те, которые, да, ты сдаешь. Ну, не знаю, мне не мешает, сдаю. Вот есть такой образ, что профорг – это человек, у которого нет никакой личной жизни. Нет еще по одному сериалу, не будем называть какому. Вот есть другое мнение, что это элита профорги, они ближе всего к преподавателям, к высшему составу вуза. Вот на твой взгляд, какой образ ближе к истине? Вот эта вот девочка, которая просто от некуда деваться, от нечего делать, она идет как в себя, кому-то пользу приносить. Нет, и личная жизнь есть, и своя жизнь есть, и учеба есть. Я считаю, что не зависит близость к студенту, к преподавателю от статуса профорга или староста. Это просто, мне кажется, сам по себе человек характер, общительный или не общительный. Может ли он найти общий язык? Вот профорг, если вот образ брать, это какой человек? Это, наверное, такой, не тот, кто будет сидеть дома. Ну, активный, общительный, да, вот. И это ему потом зачтется, когда придет время пожинать плоды, я думаю, это большой вопрос. Да, и я понимаю то, что, может, вот профорг, ты работаешь, да, и ты смотришь на себя, что, да, надо больше работать, больше, больше. И когда ты выйдешь из университета, ты не будешь просто работать, дом, работа, дом, работа. Ты будешь что-то уже искать большее, чтобы быть на том же уровне, который ты был в университете. То есть это такой хороший старт, можно сказать. Да, это, да, закаляет, можно сказать так. И сейчас мы перейдем к одной из самых интересных частей, это вопрос от наших зрителей. Во время прямого эфира вы могли задавать нам вопросы, и сейчас мы узнаем, что сегодня больше всего заинтересовало наших телезрителей. И первый вопрос у нас от Ксении. Какими качествами должен обладать профорг? Кто не сможет удержаться на этой должности? Все-таки два вопроса. Какие качества должны обладать 100%, чтобы тебе стало успешным? Я считаю сильным духом, активным, добрым, наверное, общительным, понимающим, поддерживающим, чтобы он поддерживал студентов, понимал все их проблемы, жизнь. Такая штука. Человек, которому не все равно, наверное. Ну да, вот, как-то так. А кто не сможет удержаться на этой должности? Вот, ну, что, да, 100%, какие черты характера просто противопоказаны? Скромность, наверное. Скромность. Ну, не коммуникабельность, не общительность также. Ну, противоположная тому, что я сказала. И вот, Денис, у нас интересуется, зачем становиться профоргом? Вот, ты можешь сказать, допустим, вот почему действительно стоит, почему? Ну, я сказала же, что это большее общение со студентами, у тебя больше друзей, вот у меня больше друзей появилось. На кого я могу положиться? Ну, я даже не знаю, я сейчас по пальцам-то, ну, десяток может. То есть расширять даже десяток друзей? Круг, да, общение расширяется сразу же. Даже те люди, которые уже профорги, мы же там общаемся, это уже круг общения, когда мы можем позвонить, и они могут поддержать, помочь всегда. И вот сейчас в финале, что ты можешь пожелать нашим зрителям, кто еще только думает, стать им профоргом или нет, какие ты им можешь взять на путь себя? Я считаю, что это хороший урок в жизни профорг, и никогда не сидите на месте дома. Это общественная жизнь, и это очень интересно, и яркая жизнь в университете. И студенческие годы, они никогда не забываются. Ты, наверное, шанс делать их еще более яркими. Ну, да. Вот когда я становилась профоргом, я думала, ну, ладно, посмотрим. А сейчас мне больше и больше хочется узнавать, интереснее становиться. Ты сама вливаешься на эту информацию? Да, 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 мне очень нравится. Правда. И тебя многому учат даже, как общаться с тем или иным преподавателем, как общаться с тем или иным человеком, какой у него характер, как посмотреть, взгляд поменять на людей, на ситуацию. Тебе помогают, всегда поддерживают. Вот так. Интересные навыки. Я думаю, что сегодня многие захотят себя попробовать в этой нише. Спасибо, что ты к нам сегодня пришла. Да, пожалуйста. У нас в гостях была профорг КГУ имени Некрасова, Олеся Владимирова. И мы говорили о том, трудно ли быть профоргом. Узнали, какими качествами нужно обладать, чем занимается профорг и кто это вообще такой. Вы смотрели открытую студию на портале iWatch. С вами была Светлана Исаева. Хорошего вам вечера и до новых встреч.